Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев. Сегодня 16 февраля 2024 года. Я нахожусь в Цоливке, Российский университет спорта, где проходит 23-я научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающегося педагога, выдающегося деятеля в области самбо Евгения Михайловича Чумакова. На этой конференции присутствует много молодых ученых, которые представят свои доклады, научные работы. Мы это все снимем, а также снимем возложение цветков к памятнику Евгению Михайловичу Чумакова на Аллее Славы к Цоливке. И вы увидите много интересных докладов. Я думаю, что те, кто интересуется историей развития единоборств, самбо, дзюдо и других видов единоборств, будет полезно посмотреть это видео, и вы узнаете о новых тенденциях в научной деятельности молодых и уже достаточно хорошо зарекомендовавших себя ученых. Смотрите видеоканал «Планета дзюдо», с нами интересно. Приглашается к микрофону Ивановича Анна Викторовна, готовится для кого-либо Юлия Андреевна. Уважаемые члены жюри, уважаемые гости, и ваше внимание приспособляется доклад на тему «Интегральная подготовка с высокополитетированных садистов на основе инвентационной модели структуры и содержания предсогновательного берега». В настоящее время проблемы обучения и совершенствия интегральной подготовки в процессе спортивной тренировки спортсменов занимаются в основном представители игровых и сложных традиционных видов спорта. Единоборств в данной проблеме занимаются редакторы, такие как Антоник и коллега. Но данные ученые предстоят из смежных видов единоборств. На данный момент в самом «Интегральной подготовке» и есть специалисты, которые занимаются этой данной проблемой. В основном идет упор на реализацию какого-то отдельного вида подготовки во время тренировочного процесса, а не совокупности различных видов подготовленных для реализования во времяoscвитивных борьбы. Объект исследования. Процесс активной подготовки высокополитетированных сообществ в предсобновательном периоде. «Интегральная подготовка высокополитетов на основе модели структуры содержание и польза если если это границ готов высокую стены совместных главных стартов и построен на основе модели структуры содержания предсоревновательного периода это позволит новость результатива представления спортсменов в соревнованиях цель исследования разработки экспериментально оправдировать технологию играми подготовки высокую листину в области теории спорта заниматься проблемой интегральная подготовка занимает особое место в тренировочном процессе одни авторы по данным терминам подразумевать соревновательные действия спортсмена с помощью которой можно повышать результативность на соревнованиях людей жар на всех видов подготовки спортсменов сделал или для реализации поставленных задач на соревнования мыши в своем очереди держи нас мнение последних нами был проведен инвестиционный анализ соревновательной деятельности стало сменится для определения взаимосвязей между регионами году на этом в пределом на все сторон подготовленности более пяти с чемпионов мира разных мест на сайт представим вас есть различных сторон к готовым белый цвет означает отсутствие связи желтой присутствия взять ниже среди красный имеется средний цвет а зеленый цвет означает связь ниже средний нами был проведен коррекционный анализ соревновательной деятельности 180 санвист для определения взаимосязи между интегральной подготовленности и место который спортсмен на на соревнованиях коэффициент корреляции равен на целых 64 сотни что более того что имеется средняя прямая связь эксперимент проводился на сборной команде россии по саму при подготовке к чемпионату мира 2023 года перед основным стартом были даны индивидуальные рекомендации для каждой спортсменки на слайде представим пример рекомендации для спортсменки изовой категории до 54 килограммов которые были даны при подготовке к старту на данном слайде представлены подготовлены санвистки изовой категории до 54 килограммов на соревнованиях на всех стартах данная спортсменка заняла первое командное место на данной схеме можно увидеть какой вклад внесла каждой из сторон подготовки на конечный результат спортсменов соревнований на данном слайде представлены интегральная подготовленность совесть на чемпионате россии и мира 2023 года на чемпионате мира по самом-то чисто третьем году женская сборная команда россии заняла первое командное место две золотые медали одна серебряная и две бронзовые показатель интегральной подготовки увеличился только у спортсменов рисовой категории до 5 тысяч 4 килограммов и 72 килограммов данной спортсменки на чемпионате мира по самым 2023 года занято первое место таким образом мы можем сделать вывод что показатель интегральной подготовки имеет сильная связь с местом которых спортсмен занял на соревнованиях разрешите выводы не зачитывать так уже не прозвучали ранее в докладе спасибо за внимание микрофон приглашается Савелькова Юлия Андреевна прошу прощения я фамилию правильно назвал? да Савелькова? да пожалуйста уважаемые президиумы коллеги из 64-го разрешите поставить доклад на тензеративное единоборство и его введение на тензеративное единоборство помимо физиологически и метаболические характеристики одиноборство это высокого уровня развития технических навыков и тактических стратегий и, следовательно, высокого уровня функционирования когнитивных процессов и когнитивные функции определяют совершенство владения профессиональными навыками в том числе и технико-тактическими действиями Ижирина адаптации когнитивных функций является важным фактором функционального состояния центральной нервной системы. Киноборцы должны уметь быстро обрабатывать информацию, реагировать на действия противников и принимать стратегические решения. И чтобы поддерживать оптимальный уровень физических и когнитивных показателей, спортсменам крайне важно оптимальное питание. Одним из предполагаемых средств, повышающих работоспособность, является реагент. Для поддержания стабильного уровня креатина в организме необходимо любое употребление традиционными и специализированными пищевыми продукциями. Креатин играет решающую роль в оптимальном функционировании человеческого мозга. Он поддерживает уровень ПРФ, что особенно важно во время повышенных метаболических потребностей. Например, характерность как раз таки соревновательной деятельности в условиях гипоксии, в условиях уменьшения времени сна, психических и физических нагрузок. Цель данного исследования — анализ современной мировой научной литературы по влиянию креатина на когнитивные функции спортсменов единого голоса. Рысковые системы, ключевые слова, использованные для данного исследования, приведены на слайде. Всем известен тот факт, что литературство — это все-таки травмоопасный вид спорта. И особую беспокойность вызывают кумулятивные эффекты травмных головы, которые вызывают нейрогеноративные нарушения. Исследование профессиональных мальчей смешанных боевых искусств показало, что 28% боев заканчивались просто травмами головы, то есть, в результате которой, пригоревший болец полностью или частично потерял сознание. Также данные опросы показали, что только 13 спортсменов обращаются за медицинской помощью. Более 50% попрошенных возвращаются к активным тренировкам в течение двух дней, имея симптомы сотрясения мозга. При черепно-мозговых травмах содержание креатина в мозге снижается. Креатин является потенциально важным продуктом, который может снизить тяжесть симптомов у легкой черепно-мозговой травмы и ускорить восстановление после нее. Во многих исследованиях авторами было предложено мнение, что для повышения уровня креатина в мозге могут потребоваться более высокие визировки или более длительное потребление, чем те, которые обычно используются для увеличения креатина в мышцах. На данном слайде изображена таблица по направленности действий и эффективности применения креатина в спорте с позиции доказательной медицины на основе рекомендаций ведущих международных сообществ по питанию в спорте, таких как Международное общество спортивного питания, Ассоциация диетологов США и Канады, Австралийского института спорта, ФМБР Российской Федерации. Уровень А соответствует самому высокому параметру доказательности, безопасности и эффективности специализированного пищевого продукта. В данной работе нас в большей степени интересует последний показатель, доказывающий улучшение когнитивных функций и общих показателей деятельности центральной нервной системы. Но несмотря на представленные данные, результаты исследований по воздействию креатина у авторов разнятся. Были изучены позиции международных обществ в отношении применения креатина. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов указало, что использование креатина в продуктах питания не вызывает беспокойства, если они не содержат примесей и их доза не приближает 3 грамм в день. Обоснованные также научные заявления о пользе креатина для здоровья включали повышение физической работоспособности, мышечные силы и, что важно в спекту данной работы, улучшение внимания и памяти. Позиции международного общества спортивного питания включают следующее положение. Они считают, что самый эффективный способ увеличения запасов креатина это деление приема на фазы. Фаза загрузки это прием по 5 грамм многогидрата креатина 4 раза в день, то есть это примерно дозировка 20 грамм в день. Это большая дозировка в течение 5-7 дней. Однако они считают также, как и было озвучено ранее, что для увеличения концентрации креатина в мосте могут потребоваться еще более высокие дозировки. Консенсусное заявление Международного олимпийского комитета также соответствует данным дозировкам. И также они озвучили тот факт, что эффекты применения включают, помимо прочих, улучшение когнитивных процессов, снижение рисков получения травм головы и улучшение восстановления после нее. В геносанитарно-экемиологических и гигиенических требованиях Евразийской экономической комиссии представлены адекватный и верхнедопустимый уровень потребления креатина. Здесь изображены дозировки на рацион в 2300 калорий. Естественно, если спортсмен потребляет больше, то дозировка может увеличиваться. И вот как раз таки считается адекватным уровнем потребления. Это 3 грамма специализированных пищевых продуктов. На фоне увеличения запасов креатина в мозге также были выявлены положительные эффективные эффекты приема по следующим аспектам. Это снижение тяжести симптомов в результате недостаточного времени сна, облегчение восстановления после черепно-мозговой травмы, улучшение памяти, снижение умственной утомляемости, улучшение скорости обработки информации, что на практике крайне важно, особенно на фоне утомлений после этих раундов боев. И также сокращение времени сложной реакции. Также можно заметить, что у каждого автора дозировки тоже используются разные. Но помимо положительных эффектов были найдены достаточно большое количество источников, в которых не было замечено никаких результатов их применения. Но также не было замечено никаких негативных эффектов от приема креатива. Организм вырабатывает медоген на 1-2 грамма креатина в день. При стандартном рационе также спортсмен потребляет примерно 1 грамм с пищей. В связи с тем, что... Точнее, в связи с чем, если у спортсмена нет заболеваний, связанных с выработкой креатина организмом, если его рацион также включает продукты, богатые креатином, то дополнительное потребление из специализированных пищевых продуктов ему может не понадобиться. Но при очень высоких энерготратах, характерных для профессиональных спортсменов, мы не рекомендуем повышать верхние допустимые уровни, уровень ВДУ, то есть который был запрошен у меня ранее на слайде, составляющий 20 грамм в день. И также не использовать высокие дозировки длительный период времени. Нужно понимать, что сверхвысокие дозы организм будет пытаться вывести, и это будет давать дополнительную нагрузку на печень и почки, а также может нарушить обмен веществ. Употребление креатина совместно с углеводами, либо с белками и углеводами, будет благоприятно влиять на его усвоение и общий уровень креатина в организме. Также стоит добавить, что совмещение приема креатина и кофеина будет давать обратный эффект. И в связи с особенностями единоборств, в том, что спортсмены соревнуются в зависимости от своих весовых категорий, использование креатина в тренировочной, либо в восстановительной периоде подготовки будет более рациональным, чем использование в предсоревновательный и соревновательный период. В связи с тем, что он также будет способствовать задержке воды, что может помешать спортсмену пройти процедуру свешивания, и попасть в избранную весовую категорию. Приходя к итогам, можно сказать, что данная тема действительно сейчас важна для спортсменов. Еще многие аспекты по данной проблематике полностью не раскрыты. Это требует, конечно же, дальнейших клинических контролируемых исследований и желательно с участием фармакологов и физиологов. Спасибо за внимание. К микрофону приглашается фармак Владимир Байлович. Добрый день всем. Приветствую всех участников организации конференции сегодня с темой анализ амплитуды движения тайских боксеров при прямом ударе колена. Целью данного исследования является анализ амплитуды движения в основных суставах тайского боксера при прямом ударе колена. Исследование заключалось в измерении основных крючков сочинения крючевых, разопедренных, коленных и носокных суставов. Вычисление значений в блокстве в суставах спортсменов при ударе коленов приводилось с помощью методов современных программ искусственного интеллекта компетентного выделения. Актуальность исследования. В тайском боксе важную роль играет нанесение ударов коленами. Для исследования мы выбрали прямой удар коленом. Он является очень мощным оружием благодаря его большой массе, так как при таком ударе боксер за счет вращения туловища и таза посылает весь свой тест. Но также существует различный вид ударов. Не только прямой удар коленом, но и удар коленом с захватом ноги и захватом головы. Но в данном исследовании мы учили прямой удар коленом с ней станции. Целью исследования было выявить аминтитуды движения при прямом ударе коленом. Мы предполагаем, что эффективное нанесение прямого удара коленом зависит от правильной формы техники исполнения, а именно от сгиба суставов. Чем выше упыть слива сустава, тем эффективнее точность и сила своей временностью удара. Эффективный прямой удар колен зависит от сгиба плечевых коленов и забедренных суставов в паркмете. Именно измерение угла сгиба в основных суставов при прямом ударе колена будет способствовать быстрому правильному вознесению. В перейдем к организации исследования. Первый этап – отбор данных, подготовка к ацентитации. Вторая – отработка полученных данных. Третий – это полученный анализ амплитуды движения прямого удара колена и состояние биограммы. В исследовании приняли участие пять спортсменов в среднем обучении 17-18 лет, в составе занятия в клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб. При поддержке федерации тайского полка у нас были методы исследования. Вернемся к организации исследования. Прошу сказать, отметить, что как именно проходило исследование. Тайский боксер выполнил по 10 паревых ударов коленом, доминирующей ногой по спортивному индивидурую мышку. Общая сложность – 53 мурица. Поскольку прямые удары колена выполнялись непрерывные движения, тайские боксеры пытались имутировать настоящие боевые движения. Вернемся к методам и исследования. Метод исследования, как я уже сказал, для выявления амплитуды движения вы применили современные технологические методы, позволяющие получать данные и управлять данными, и анализировать их для получения нового знания. Получение данных об основных причинениях с значением долг сгиба сустава производилось с помощью комплективного удаления от компании Framework, MediaPack и Google, основанного на технологиях искусственного интеллекта для анализа двигательной активности. Отметим, что метод комплективного удаления значительно облегчает анализ двигательной активности видеозаписи и дает представление о значительности сгиба сустава для нанесения сгиба сустава. Дальше я вам покажу картинку, киску и диаграмму, где все иностранные выявления. Результат исследования. Компликция показывает на следующем слайде. Результат показывает, что при нанесении прямого удара коленом имеет значение именно постоянность и равномерность в амплитуде, то есть сгибу суставов спортсмена. Спортсмен, наносящий наиболее эффективный удар, амплитуда в суставах имеет наивысшее среднее значение 146 градусов, что показывает стабильность и правильность нанесения удара. Из всех спортсменов, спортсмен 2, допустим, кубы сгиба его суставов коленом, тазобедренным, плечевым, голеностопным имеют наивысший результат. И в дальнейшем я открыл диаграмму, где это демонстрируется, да, следующее, вот, можете на рисунке наблюдать, как спортсмен наносил прямой удар коленом по пучке. И захват движения этим, то есть грубым и желтым и цифровыми отмечены у изгиба суставов в исходном положении. Точки на теле, это, точки на теле человека, детектированный алгоритм в виде оплаты движения. На рисунке 2, да, под диаграмму. Было показано, как изменяется у изгиба амплитуда, принимаем всем прямого удара коленом. Вычисленные данные по амплитуде движения позволяют наглядно оценивать изменения именно прямого удара коленом. На рисунке 2 представлены амплитуды движения при эффективном прямом ударе коленом. То есть показывает их равномерность в максимальных и минимальных значениях. В остальных спортсменах график он более разбросанный, то есть неровный. Высгиба различаются в градусах. А вот у данного спортсмена высгиба почти одинаковый, каждый взор он наносит примерно одинаковый и равномерный. Демонстрируется в грузии полградусов и коричневых градусов. Обсуждение результатов исследований. Выданный анализ амплитуды движения дает понимание правильности, эффективности силы и техники нанесения прямого удара коленом. И обе механические движения. Правильность нанесения удара зависит от амплитуды состава теста фоксора. Максимальное значение показывает синхронность и стабильность всех глянных. И в частности рекомендации представлены. И на этом все. Всем спасибо. Микрофон приглашается Градцева. Готовится непошлый проект. Градцева, Градцева, Градцева. Градцева, 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 Градцева. И в данном видео единоборствах выявили тенденции ее развития и определить потенциал для привлечения новых парков романов. Первым этапом исследования был проанализирован отчет Министерства спорта в офроме 1ФК. В документе фигурируют 26 видов единоборств, из которых было составлено только 5 по количеству занимающихся. Места только распределились следующим образом. Самбо заняло четвертое положение и 369 тысяч шесть десяток занимающихся бизнесом. Исходя из анализа, можно выделить следующие зависимости. Между количеством занимающихся и принадлежностью вида спорта в коллективской программе, в первую очередь, далее, наличием профессиональной лиги таких видов спорта, как бокс, успехом спортсменами в международной арене, наличием истории, в частности, истории деятельности в России и популяризация кинематографии. Следующим этапом было проанализирование потребления спортивного контента, в частности, единоборств. Участниками исследования были жители России, категория «Двина спустя». Анализировала статистика на основе отчетов компании «Медиаскоп», которая является полномочной организацией по исследованию объема зрительской аудитории «Телеканал» на основании приказовательного надзора под 8 февраля 2022 года. Указаны виды, так скажем, источники потребления информационного контента. Выбор медиа сложился подобным образом, исходя из того, что в первую очередь единоборством мы воспринимаем визуально. Далее, контент рассматривается в свободное время, следовательно, мобильность устройств просмотра является одной из ключевых особенностей. И также есть еще один параметр. Это так как спортивные трансляции, в частности, единоборства, часто просматриваются в кругу близких семьи, друзей, и также играет телевидение, потому что большие экраны. Следующее. Далее была проанализирована статистика веб-запросов с помощью Google Trends. Google Trends – инструмент, который позволяет анализировать относительное количество запросов в поисковике. В 2021 году в прокат был выпущен фильм «Легенда о Самбо», что позволило Самбо подняться к популярности веб-запросов с результатом 415 тысяч 80 тысяч просмотров в месяц. И обогнать то с результатом 406,7 тысяч просмотров в месяц. И краты с результатом 390 тысяч просмотров. Абсолютное количество просмотров анализировалось другим инструментом. Анализ происходил с помощью Яндекс.Вордстат. Также с помощью этого инструмента проанализирована статистика YouTube. Так как YouTube является номер один видеокостингом, что было указано в результатах медиаскоп выше. По запросу Самбо выдаётся малое количество контента. А самый популярный канал – Fight Guru. Самый популярный канал – Fight Guru. с 89,9 тысячами подписчиков. И общее количество просмотров на этом канале – 39,8 миллиона просмотров. И данный канал, самый популярный, противостоит, так скажем, боксу, видео-кредителю списка. И канал-тренер, в котором 1,7 миллиона подписчиков и 476 миллиона просмотров на канале. То есть мы понимаем явный, так скажем, перевес в контенте. И нехватка профильных каналов у блогеров на YouTube отодвинула Самбо на пятое место. Здесь на инфографике представлено тоже относительное количество запросов на YouTube. И самые популярные каналы по виду спорта. Также был проведён анализ отчётов компании «Медиаскоп», о которой упоминалось выше, относительно телепередач, уходившихся на отечественном телевидении за 2023 год. В отчёте легко заметили минимальное количество телепередач в размере 6 у Самбо, 14 у борьбы, 24 у дзюдо и 164 телевизионных передач у лидера списка бокса. Но стоит отметить, что среднее количество просмотров у Самбо, тоже упомянутых здесь, выше только у лидера списка. Следовательно, здесь тоже популярность видна. Так, и предложения. Первое. Для занятия лидирующих позиций необходимо увеличить количество телевизионных трансляций и выйти на новые каналы телевидения. Первый канал – РНТВ и ЧЕС. Как вот здесь указано в боксе. Второе. Создать информационные события, пресс-конференции, фильмы, темы обсуждения, что позволит выйти на лидирующей позиции в рамках интернет-запросов. Примером является запуск прокат фильма «Легенда о Самбо», который за два месяца проката смог увеличить количество запросов в сети интернет на 20,5%. То есть фоновый показатель измерили и количество просмотров увеличилось. Третье. Создание и активное развитие профильных YouTube-каналов, здесь тоже немаловажно, что стоит развивать также YouTube-каналы, потому что в связи с ситуацией мы понимаем, что блокирование всех этих ресурсов и содержание данных в одном видео-постинге может полностью уничтожить канал и всю базу фанатов, скажем так. «Привлечение харизматичных плодов ведущих», «Введение басов, амбассадоров», «Создание циклов передач на резких лучших моментах», «Интервью, обучающих видео и публикации на канале», «А также совместные проекты с представителями других каналов в цели увеличения аудитории и количества просмотров». «Спасибо». «Положаемые участники конференции, вашему вниманию приглашается доклад на тему «Взаимосвязь между разновидностями атак, различающимися по истинному составу действий и по моменту выполнения в высококолептивных категорах в соревнованиях в опт-раунде». «Современные категории — это комплексные респорты, подразумевающие суммарную цену выступления спортсменов во всех его упражнениях. При этом результат поступления к притыванию оказывает существенное влияние на итоговую расстановку места». В связи с этим данным и программам соревнований по современному категории уделяют самое пристальное внимание. «Результаты анализа соревновательной деятельности определяют пути совершенствования техно-птоматической подготовки к притыванию, на которую делается основной упор к подготовке пятиборцев». «Несмотря на это, исследование соревновательной деятельности у высококолептивных категорий потерялось недостаточное внимание, Настоящее исследование направлено на получение дополнительной информации о структуре взаимосвязи и разводимости атак, различающихся под двигательным составом действий и по моменту их выполнения в соревновательных поединках высококорректированных категориков. Цель исследования — выявить уровень взаимосвязи различающихся под двигательным составом действий и по моменту их выполнения в соревновательных поединках высококорректированных категориков. предмет исследования уровня взаимосвязи различающихся по критическому составу действий по моменту их пополнения в соревновательных боях для достижения цели было проведено педагогическое наблюдение, анализу были подвергнуты видеозаписи соревнований по критованию сильнейших категоров в России в количестве 1260 боев в ходе исследования фиксировались следующие характеристики соревновательной деятельности спортсменов атаки, различающиеся по двигательному составу действий и атаки, различающиеся по моменту их пополнения проводя анализ корреляционных взаимосвязей атак, различающихся по составу действий и по моменту их пополнения, необходимо отметить положительную связь основных атак с финтами, в меньшей степени с действием наружу, при этом отсутствует взаимосвязь с простыми атаками. Данный фактор объясняется склонностью высококорректированных цепорг, подготовки и реализации атак с финтами, что не нивелирует силовое преимущество мужчин при их совместном спарринге в условиях тренировочных поединок. Применение атак на подготовку показало наибольшие взаимосвязи с объемами результативных атак с действием наружу. Меньший уровень взаимосвязи установлен с простыми атаками, при этом наименьшие взаимосвязи зарегистрированы у атак с финтами. Полученные результаты указывают на значительную резерву данного контингента для повышения эффективности данных действий за счет более сбалансированного применения рассматривания разновидностей действий. А высокий коэффициент к ревиации атак на подготовку с действием наружу является следствием низкого объема применения данных разновидностей, что делает их более неожиданными в сравнении с другими разновидностями. Ответные атаки имеют высокие взаимосвязи с атаками с финтами и с действием наружу. На этом фоне положительные связи с простыми атаками несколько ниже. Полученные данные демонстрируют широкое разнообразие в составе действий применения ответных атак и преимущественное использование трутемповых действий в соревновательных боях и высококорректированных петербургах. Прикладя итог выше сложного исследовательского материала, можно сделать следующее заключение. Формирование арсенала высококорректированных категоров должно осуществляться с учетом выявленных взаимосвязей между различными составами действий, что значительно ускорит данный процесс и получит эффективность и соединительных деятельностей и предоставания культуры. приглашается в режиме. Продолжение следует... 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 цена исследования особенности парадокс и женщин в голову и самоверегия ходе из-за видов единоборства проводились на международных и сервирования басама седьмого В 2023 году мы обрастали для десадет русских и 10 заложенных бешеных тенеров. Опросы выключали, 11 вопросов, и не участвовали только действующие тенеры. Большинство, господин, считаю, что занимается волной самым одрожащим возможным. Пригод 13-е, господин, считаю, что волной самбо не для женщин, а при 3-е, господин, думают, что им это исповедительно. Большинство, господин Бофин, догадают, что тренажные женщины в волной самбо должны проводиться в коробину отрировки мужчин. По вопросам небоходности тренироваться совместно с спортсменами, с мужчинами, в области самбо не разбираться. С небольшой разницей тенера считаю, что должны. Мы и тренироваться при небоходности ответили, что необязательно 19% опрощения. Разбирая вопрос о данных спортсменах, из каких выборов райболе перспективные для перехода в боевый самбо, мы узнали, что спортсменные самбо в игре были почти терминами. Затем идут чудово, но и босс, и ушел сайдак. Большинство специалистов считают, что основные данные пара утопли, бортовки и женщины в отличие от мужчин, в боевый самбо, в отличие от психологической бортовки и затем в физическую и технико-дагностическую. Большинство специалистов считают, что в боевый самбо является технико-дагностическую бортовку, затем в физическую бортовку, психологическую и тактическую бортовку. Большинство специалистов считают, что в вашем месте военности и бесплатные в физических качествах спортсменов, практическующих боевый самбо почти одинаково. За ним следуют сильные и рабовости. Большинство специалистов считают, что в вашем месте военности не мешают. Большинство специалистов считают, что наиболее важны крупные варианты удары для того, что в боевый самбо, удары на камни, затем важны удары на ногах. Большинство специалистов считают, что наиболее важны и броски для изучения тех, что в боевый самбо является броски в основном на камне и в основном на туровоще. Менее значение – броски в основном на камне. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые честные инсцидентции. Я прошу подклаждаю на тему психологии на работу после последовательных серийных ударных воздействий на 3 удары, используемых в универсальных физических ударах. Основная идея моей научной работы – это анешайкс. Путем проведения теоретического эксперимента, мы доказываем, что для ударных и использующих ударную технику в виде нахоз возможно создать единые, графически отображенные универсальные технические карты серийных ударных воздействий. Это даст возможность любому тренеру или экспериментатору за короткий срок доставить спортсмену иной взгляд на использование сливных и ударных комбинаций. Использование универсальных технических карты спортсменов-начальников дает возможность интенсифицировать техническую подготовку и улучшить ее качество. Вопрос введения серийных ударных воздействий, то есть работы с сериями, рассматривался в работе классического боевых искусств, от бокса до восточных единоборств. Работу дадали с сериями и следовали многие авторы. Если брать бокс, то это и Градоболов, Камалитинов, Аманенко, Лавров, Котичев, Тайманович, Абаков. Если брать в Ростовский бокс с Саватой, то серийная работа затронутого в работах Левикева, Знабижина, Буланова, Гюкли, Морского, Петрушина, Таймазова. В реконструкции отечественных систем единоборств о серийных ударных воздействиях писали Билов, Крунтовский, Путск, Назяк. Но нужно отметить, что ни один из исследователей не рассматривал вопроса графического отображения серии. То есть они рассматривали любую работу серии как конкретные удары. То есть прописывалось конкретное техническое действие и составлялись конкретные серии. О том, чтобы сделать какую-то общую, единую, универсальную карту, которая дала бы возможность в различных видах продавать работу сериями, такого не было. Более того, большинство надок единоборств работает на спрёстое выведение ударов руками и ногами. То есть если мы говорим о работе контактов единоборств, где есть работа и руками, и ногами, обычно, когда человек бьёт правой рукой, дальше идёт атака левой ногой. Это сильно, это мощно, но недостаточно быстро. Многие исследователи начинают задумываться о том, что последовательное выведение атаки будет быстрее. Да, может быть, чуть-чуть менее сильно, но всё-таки немножко быстрее. Объектом нашего исследования является методика тренировок с использованием универсальных технических карт на примере штурмового боя и французского бокса «Салат». Предметом исследования является универсальность технических карт и взаимосвязь между скоростными показателями и способом последовательного выведения ударных воздействий. Также мы ищем взаимосвязь с успешностью реализации символовательной выводства. Цель исследования — разработать экспериментальный способ опробовать методику графическим отображения системы последовательного выведения ударных воздействий в виде универсальных технических карт на три удара. Задача — дать характеристики тренировочного процесса с использованием универсальных технических карт, изучить способы и методы тренировочной работы с универсальными картами, проанализировать влияние тренировок с использованием последовательного выведения серийных ударных воздействий в виде универсальных технических карт на повышение уровня развития скоростных показателей у спортсменов бокса «Салат» и «Самового боя». Ну и также проверить влияние тренировок с использованием последовательного выведения серийных ударных воздействий на успешность реализации соревновательной деятельности. Как я уже сказал, основная гипотеза исследования предполагается, что для ударных и использующих ударных техниках единоборств возможно создать единые тренировочные обображения универсальной технической картой. Теологический эксперимент проводился в Харусской области с января 22 по декабрь 2023 года. В ходе эксперимента изучают методические разработки программы на работе тренировского штаба на сложных клубах, входящих в Федерацию «Салат» в Калужской области и Межрегиональную федерацию «Шумового боя». В эксперименте участвовали две группы спортсменов Федерации «Шумового боя» и две группы спортсменов Федерации «Салат» в Калужской области. Это своеобразный европейский боксинг, который появился в Европе примерно лет за 200 до боксинга нынешнего. То есть он появился в 18-го века и вполне себе развивался. Для оценки скорости выведения ударных серий подбирались тестовые серии, характерные для этих двух ударных единоборств. Для французского бокса «Салат» и для «Шумового боя». С использованием электронного секундомера было выявлено, что только 3% спортсменов укладываются в требования по скорости выведения серий из двух ударов руками и одного удара ногой в одну секунду. Только 3%. Брались тестовые серии достаточно простые, которые есть не только в этих единоборствах, но и в принципе в разных единоборствах, использующих удары. То есть это прямой удар ногой плюс двойка из прямых ударов руками. Два последовательных прямых удара руками и боковой горизонтальный удар ногой. И боковой горизонтальный удар ногой. И двойка из двух боковых ударов руками. Тест на него, что 96 спортсменов в качестве пьющей основной ноги используют ногу с плёсной к последнему удару рукой. То есть это то, о чём я говорил. Правая рука, левая нога. И только один, а только один процент использовал одноименную ногу. То есть, например, правая рука, правая нога. Результаты начального этапа, он длился с января по апрель 22-го года. Это было связано с соревновательным циклом, с определёнными соревнованиями, в которых водились группы, и экспериментальная, и контрольная группа. К концу данного этапа для экспериментальной группы Савата результат последовательного введения трёх ударов по принципу рука, рука, нога составлял одну целую и одну десятую секунду. Удар ногой был одноимённым к последнему удару рукой. Из восьми человек, именно экспериментальной группой, три человека вошли в сборную Калужской области. Витог. Первенство России по Савату. Одно золото, одно серебро и одна бронза на трёх человек. Контрольная группа, в которой два человека вошли в сборную Калужской области, из них один человек взял бронзу на Киевской России. Экспериментальная группа по штурмовому бою участвовала в своих межрегиональных соревнованиях по своему виду. Две из восьми человек, семь взяли призовые места, четыре зол, два серебра и одна бронза. Контрольная группа из восьми человек заняла четыре призовых места, четыре бронза. Основная часть эксперимента проводилась в мае 22 по мае 23 года. Здесь мы видим то, что увеличивается скорость нанесения ударных воздействий. То есть она возросла с одной до одной секунды до 0,9 секунды. В сборную Калужской области в этом году вошли по Сават. Вошло уже пять человек из экспериментальной группы и один человек без контроля. В деятельности России по Сават 23 года было взято одно золото, причем повторно тем же спортсменам, который взял золото в предыдущем году. Два серебра и две бронзовых. Спортсмен из контрольной группы дошел только точь четвертого места. В экспериментальной группе штурмового боя на двух турнирах было взято шесть золотых, восемь серебряных и две бронзовых медали. Нужно отметить, что один из спортсменов экспериментальной группы штурмового боя на международном турнире по ММА взял серебро. Но опять же нужно честно отметить, что этот спортсмен был базовым саммитством. Было достаточно несложно поставить ему ударные силы. В контрольной группе по штурмовому бою была всегда одна серебряная и четыре бронзовых медали. На этом этапе эксперимент с группами штурмового боя был закончен в связи с выполнением его целей и задачи. С Саватистами эксперимент был продуман, что в 19-го апреля 20-летнего года, когда на кубок и всероссийский турнир в Сават смогло выехать четыре спортсмена экспериментальной группы и четыре спортсмена контрольной группы. Итог. Экспериментальная группа получила два золота, два серебра и два возможных разряда, то есть два человека сдавали на технический разряд, на начальный синий и на достаточно высокий разряд белая перчатка. Это примерно аналог черного курса второго данного, если сравнивать с каратой. Контрольная группа получила две бронзы и два четвертых места. Ну вот, собственно говоря, сама техническая карта, одна из карт. Теория работы с ними достаточно проста. Ее может освоить любой тренер, любой категории, любого ударного или смешанного единоборства. В картах мы не обозначаем название удара, хотя в других работах мы это делаем, например, Федерация Савата Московской и Омской области сейчас запросили универсальные карты, именно связанные с французским боксом, чтобы там было обозначение удара. То есть, ну, им так удобнее сдавать своим спортсменам. То есть, например, мы обозначаем правую боковую голову. Будет ли это удар каким-то самим кулаком, горизонтальным кулаком, вертикальным кулаком, ладонью или предплечьем, будет зависеть от вида единоборств. Но удар от этого не перестает быть правым боковым. То есть, неважно, какую часть его наносят, в боксе его будут наносить определенным образом, в кирбоксе он будет чуть-чуть по-другому, в других единоборствах еще чуть-чуть по-другому. То есть, везде есть своя специфика, но это все равно будет боковой удар. То же самое касается ударов прямых, ударов ногами. Используя данную систему, мы даем тренеру и спортсмену мощный, вариативный и простой механизм в создании серьезных ударных воздействий в виде так называемых коронок, которые спортсмены могут под себя и тренера под спортсменов разрабатывать. Тренер, используя несколько приемов работы с картами, подбирает для спортсмена его личную присущую ему технику, раскрывая его индивидуальность. Как работать с огурками? Это, собственно говоря, очень просто. Мы, например, можем взять первый удар из первой колонки, из первой строки, и последовательно с ним отработать все двойки, которые идут на руках, в последующих строках в обоих колонках. Мы можем взять, например, в качестве основного, если мы на тренировке отрабатываем, например, средняя колонка, первый удар прямой в голову с левой руки или в корпус. И с этим ударом мы можем отработать поочередно все удары из правой и левой колонки. Таким образом, в зависимости от того, работает тренер, то есть выбирает он удары с помощью лесенки, с помощью угла или каким-то другим способом, мы можем найти очень большое количество вариантов технических действий. Более того, ведь этих карт ведь не одна, их достаточно много. Здесь мы рассматривали на три удара, но ведь весь экзамен... Добрый день, участвуем в конференции, члены оборудования и слушателей. В вашем внимании представляется исследование на тему использования метода мануально-мышечного тестирования по оценке состояния осанки и пухи куральщиков на колясках. Исследование последних нескольких лет свидетельствует о увеличении числа лицампутации механичностей. Причинами высылающими сечение конечностей становятся дорожно-транспортные происшествия, производственные битовые травмы, а также пулевые, осколочные обнестрельные ранения в условиях боевых действий. Важную роль в социальной адаптации и вирусомпутации механичностей занимает реабилитация, в том числе средствами адаптивного спорта. Африктование колясок – это сложнокорбинированный вид спорта. Спортмен эффектует сидя на закрепенных колясках на расстоянии пути на друге с оружием, рабель, садлиг или шпагой. Данный вид спорта основан на удержании боевой позиции и многократном повторении различных перемещений к МК и на план кулочек вперед-назад. В данном виде спорта длительная асимметричная физическая работа с нервномерной нагрузкой на мышцы и суставы в процессе занятий еще больше может усложнить состояние компенсаторно-деформированного грузоносчика в следствии ампутации, что отражается не только на качестве технико-тактической подготовки спортсменов, но и на уровне их физической подготовленности. Также существуют виды специального функционально-диагностического контроля мышечной системы спортсменов с повреждениями оборудительного аппарата, его специфические средства и критерии оценки данных вопросов медицинской реабилитации. Однако эти методы контроля требуют научно-практического совершенствования и должны быть доступны в процессе подготовки ВСРО-пределительных спортсменов схода в текущем контроле. Метод мануально-мышечного тестирования может использоваться как способ диагностики нарушения осанки совместно с визуальным осмотром самокоскопии, предоставляя возможность определения тонуса отдельных мышечных групп и выявления силовых дисбалансов, которые характерны лицам с нарушениями осанки, что особенно актуально для фехтовальщиков на колясках, поскольку процесс схватки и корпус фехтовальщиков, как можно видеть на фотографии, он ротирован и повернен по направлению соперников, что создает предрасположенность в торсе поданков и как следствие разрешения осанки. Целью исследования явилось определение роли и значения метода мануально-мышечного тестирования в общей оценке состояния мышечного консета у фехтовальщиков на колясках. Задача исследования – провести теоретико-методологический анализ литературных источников по данной проблеме, определить показатели силы по мышечным группам с использованием мануально-мышечного тестирования и экспериментально проверить влияние метода МНТ в оценке состояния мышц, поддерживающих осанку у фехтовальщиков с ампутацией нижних конечностей. При решении поставленной задачи использовались следующие методы исследования – анализ литературных источников по проблеме исследования, педагогическое наблюдение, мануально-мышечное тестирование, оценка производилась в упалах, педагогический эксперимент и методы математической статистики с использованием критерия ману-выбия. В нашем исследовании принимали участие 6 спортсменов-фехтовальщиков категории А с ампутациями нижних конечностей разного уровня. Эксперимент был в течение 6 месяцев. Участники эксперимента являются членами сборной команды Москвы по хриктовальному коляску от спортивно-адаптивной школы ЮНС Москвы, занимающейся на базе спортивного комплекса Медлентского арена, на этапе спортивного совершенства. Используя метод МНТ, мы получали дополнительную возможность углубленной диагностики мышечной системы, оценивали локальный тонус и выявляли дисбаланс в тех мышцах, которые напрямую участвуют в выполнении хриктовальных приемов и действий. Кроме того, метод МНТ использовали и как способ промежуточного контроля за эффективностью проводимых мероприятий, целью которого была коррекция, то есть нормализация тонуса исследуемых мышц в процессе учебно-тренировочной деятельности. Группы обследуемых мышц у фехтовальщиков методом МНТ отражены в таблице. Данные мышцы непосредственно участвуют в выполнении фехтовальных приемов и оказывают влияние на состояние осанки. Таким образом, оценивалась сила следующих мышц, нисходящая часть рефицилинговых мышц с двух сторон, то есть верхний пучок рефицилингов, мышцы среднего и глубокого слоя спины тестируются совместно, прямая мышца живота и косые мышцы живота с двух сторон. При проведении функциональных тестов мы пользовались стандартной классификацией зарубежных авторов Хислов и Монгомери и оценивали силу мышечных сокращений по шестепальной шкале, то есть 0 до 5 баллов, где 0 баллов – это полное отсутствие сокращения при попытке произвести произвольное движение, нет видимых или пальпированных сокращений мышц. Опять баллов – это сокращение мышц в течение сей амплектуровой движения, где дарение максимального сопротивления. Балл присуждался на основании субъективной оценки исследователя в уровне выполнения движения с тестовым заданием в соответствии с сроком шкалы. В конце эксперимента были снова проведены тестовые задания, оценивающие силу мышц, отражающие состояние осанки. Результаты математической обработки данных тестов приведены в таблице. В таблице мы видим, что ассортимное значение силы топицевидной мышцы с правой стороны, то и после, составляет 4 балла. В отличие от левой стороны 3 балла до эксперимента. Вероятно, это связано с тем, что большая часть искультуемых являются правшами. Участие искультуемых также припаторно, а также самих искультуемых включалось наличие локального гипертонуса и 3 дельных точек мышцы с правой стороны, что приводило к трудностям в преодолении максимального сопротивления во время тестирования. Срединное значение силы по сей мышцы живота с правой стороны до и после эксперимента также равнялось 4 балла, что может быть связано с теми же причинами. Срединных изменений, салитинных показателей силы припецевидной и косой мышцы живота с правой стороны не было бы и было. Это может быть обусловлено состоянием территории неровности, а также с большими объемами нагрузок на рабочую сторону, поскольку результирующее тестирование проводилось в предсоревновательном периоде. Также с таблицами видно, что салитинные значения силы припецевидной мышцы с левой стороны увеличились на 1 балл. Силы мышц раздевающих позвоночек и прямые мышцы живота в конце эксперимента также увеличились на 1 балл. И срединное значение силы косой мышцы живота с левой стороны также стало выше на 1 балл. Достоверные изменения в оценке силы мышц, противоедущих состояния осанки, эффектовающего с ампутацией нижних конечностей, может быть связано с систематической оценкой состояния этих групп мышц методом МНТ и своевременной коллекции с нагрузкой в тренировочном процессе, с использованием специальных коррекционных упражнений, направленных на укрепление ослабленных мышц и расслабление мышц, находящихся в гипертонусе. Таким образом, мы определили, что метод МНТ в оценке состояния мышц, поддерживающих осанку, эффектовальщика с ампутацией нижних конечностей, дает целостную картину состояния этих мышц на любом периоде спортивной подготовки. Своевременная коллекция на русский с учетом индивидуального функционального состояния мышц, участвующих в процессе выполнения эффектовальных действий, способна повысить качество и уровень спортивной подготовки ответа с данными грушеками. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, Владимир Алексеевич готовится к последнему шеферу. Спасибо. Уважаемые ученики с коллекцией, ваше внимание в СССР-2. Оценка эффективности методики обучения приема самозащиты возрастного контентента занимаешься по критерию удержания навыков в арене. Люди приобретают необходимые навыки в ходе обучения. Мы не можем увидеть сам процесс обучения, поскольку основные или внутренние процессы, которые приводят относиться к постоянным изменениям, возможно наблюдать напрямую. Однако мы видим производительность. Производительность – это так, что реализация двигательных навыков в определенное время. Существует три метода – определение на основе наблюдения за производительностью, произошло ли обучение и в какой степени оно произошло. Эти три метода являются. Смерение приобретения – это то, что мы делаем в конце львово-педагогических примеров. Производительность – делим. Дальше. Тесты на удержание и тесты на передачу. Тест на передачу – это перенос навыков из среды обучения, среду применения, любую другую, не связанную с начальными случаями. Тесты на удержание – это подробнее нужно – относится к измерению производительности, проводимой через некоторое время после испытаний по приобретению. Удержание означает сохранение первоначального обучения в течение периода отсутствия фракции. Этот метод позволяет учить только относительно постоянные изменения производительности, не дающие результаты фракции. По этой причине удержание обычно считается полиэтажным показателем обучения, чем показателем приобретения. А кем считаете? В мировой науке у тебя средствия три. В среде сейчас ставили вообще стандартные. Любая методика сейчас проверяется, если его спортивная, реабилитационная, какая угодно. Обязательно по всем трех пунктам. Пропретение, удержание и передача. И такой подход базируется на хорошо развитии, я бы так сказал, современной мировой науке, теории формирования гипотекиналов на контроле движения. Надо отметить, что в этой области мы не просто оставили, мы в географическом острове. Мы завязывали на уровне конца 60-х, начало 70-х годов, когда были опубликованы работы Миттерштейна, а мы нахим на земле, чем все осталось. Соответственно, идет и методическая основа. Если взять киноборство, у нас киноборство преподается по-другому дисциплину, который мы делали продуктив. Даже в начале 20-го века методик было больше. Но вот Алексей Горбель рассказывал про единиц, которые запрещали инструкторам, демонстрировав технику. Они должны были просто отнести за словах, а дальше делать как можно. Это не просто так, он не сказал, что это делилось, это разработка Лесковская. Потому что он же и был просто судьбой, а может. Вот этот подход, на самом деле, он не примитив. Ему надо относиться к сырье. Это одна из методик, которая не получила просто разумие. В наборе разработана методика обучения приема самозащиты, оптимизированная для обучения взрослого контингента, основанная на самостоятельной поисковой деятельности занимающихся. Но это в ходе исследований, еще, наверное, на аналисте. Ее эффективность проверялась в ходе педагогических экспериментов в завершимости декабря 2021 года. Тестированные на приобретение показалось технически значимым преимуществом разработанной методики в нашем чемпинге-репродукте. Через два года по завершению эксперимента было принято решение оценки эффективности разработанной методики в тесте на движение. Надо сказать, что все, когда проводим исследования, героничные эксперименты, разница там статистическая, ну, как сказать, статистическое различение 5-10%, но на самом деле такие результаты никого не интересуют. Все эти методики остаются, опять же, в рамках, как они выявятся, как цитаты лежат, кто им не будет. Потому что совсем чуть-чуть, и никому интересного не очки. И притом мы, оценивая только на приобретение, очень не всегда корректно можем понимать результат на самом деле нашей механической эффективности разработанных методов. Эксперимент, который проводился еще изначально, это сейчас вот две группы, одна группа, другие занимающиеся на защите в городе Крым и в городе Зиноград. Они в течение года занимались изучением перриемок, а по окончанию было проведено тестирование на техниках. Тестирование включалось у меня 6 тестов на диспенсальную момент в выполнении приема самозащитных пандартов P dismutке, выполнении приема самозащитных при CFP, выполнении приема самозащитных сопротивляющих брок pouruell modifier, выполнении приема самозащитных или Чудове рекламных 3-10%, а также оценика вашего рационного процесса в выполнении со стороны учения техники и оценика вашего рационной фирмы решения сัбровойれるesi В первом и в шестом тесте плавательный человек за каждую группу аналитический прием. В самом тесте тестировано отражали 26 сфигов атак. И тогда задача защититься и взять нападающих под болевой контроль. После этого, через два года, было принято решение проверить результаты эксперимента на переносы. Что я представляю эксперимент. Из тех, кто до этого участвовал, удалось собрать, на этом городе знака, где было 10 человек, удалось собрать 9 клюну из 11 и 8. И было проделано то же самое тестирование строго по тем же критериям. Те же тесты и те же требования. Причем при проведении тестирования, что было сделано, надо было исключить ситуацию вспоминаний. То есть люди, которые пришли на тестирование, они заходили за по одному. Другие не видели, что они будут делать. И проводилось их тестирование. Причем они даже и не знали, что их тестируют. Я пригласил таким образом, но собрали позаниматься. О том, что их будут тестировать, они узнали только в момент проведения тестирования. Но как бы по возможности включили все эти подложки. Что произошло? В ходе тестирования получится следующий год. Группа занимавших клюну по обчин-принтере в рутинной методике не смогла пройти тестирование постановления. Большинство ранее предплённых навок было потеря на 70 методик. Что значит потеря на 70 методик? Ну, какой. Но, скажем так, если 6 тестов, да, или, скажем, в тесте 26 хитов атак, зависит от того, что в памяти осталось, мы его не могли выполнять половину. Но это не было зачем. Группа принимавших зиноград по разработанным методикам, наоборот, показала очень хорошую сохранность навок в высокой степени их поддержания. Что за тесты представлены стаблицами? Я так скажу, что зиноградцы, которые там участвуют, да, у них прям было ощущение, что как бы и буклет не было. Вышли и все. Герои так сделали. Ну, почти, не все. Ну, здесь представлены результаты, да, вот. Там тесты, мы все видим, что оценки будут положительные. Вот. Ну, сейчас будет понятно. Следующий. Окей. Здесь что сделано. Вот синим, здесь нормированные, да, синим, это были результаты, показанные в первом тесте, на приобретении. А эта зиноградская группа клиентская группа не прошла. То, что они показали на втором тестировании. Видно, что самый низкий результат – это шестой тест, да, и третий тест. То есть, в основном, да, там падение налогов, не только что оценок, это технический тест. Ну, там будет 10-10 процентов, там несколько процентов. Самый большой, это шестой тест – это оценка вариативности решения задачи самообороны, да. И третий тест, он тоже с ним связан. Это действия против сопротивляющихся противника, где бойцам надо было переключаться, но у технических тестов. Ну, то есть, по сути, тоже вариативно. Когда тестировали, группа занималась, что разработанные методики были следующими. Высокий уровень сохранности навыков выполнения приема самозащиты. Сокращение артисеминала использованных приемов на 23 процентов. Здесь не показано, но, как я контролирую, для технических тестов они применяют, то используют. Количество технических тестов сократилось. Понятно. Ну, там 20 процентов. В наибольшей степени, в результате отсутствия тренировок пострадало умение вариативно решать двигательные задачи. И сохранение навыков вариативного выполнения приема самозащита. Навык выполнения приемов пострадал очень сильно. Патегорические наблюдения опросы показали, что в группах используются разные стратегии вспоминания приемов. Клинов, который занимался в ходе продуктивной методики. Тестировали пытались вспоминать, что им рассказывали и показывали. И вот на этой основе мы как-то вспомним техническое действие. Это приводило к недопустим задержкам от начала ответа. Как помоложить не было, человек стоит и думает, что это делать. В Зеленограде стремились к активным действиям пробудить мышечную память. То есть человек начинал активные действия, теренировал мышечную память, нормально срабатывал. Паузы в действиях нет. Тестирование надвижения показало неотворимое преимущество разработки методики обучения приема сообороны. Данный результат требует особого внимания со стороны специалистов сел на собираемых прикладных навыков, в которых приходится решать задачи и сохранение в условиях, по сути, возможности для регулярных тренировок. Начинаем, о чем врачи? Что с точки зрения современной отечественной спортивной навыки, результат нельзя объяснить. А с точки зрения современной отечественной мировой, с ней очень хорошо и угодно. Потому что есть такое направление по теории методики наука. Теория динамической системы. То есть все вот эти результаты, да, они с одной стороны подтверждают, что теория динамической системы, в то же время дают теоретическое обоснование полученным результатам и выводам по тому, а как вообще нам так подавать приемы? Во крайней мере, мы не берем спорт, а прикладные эффекты. Потому что обучение взрослых, взрослых и детей постоянно разницы. Те методики, которые используют в спорте, — это методики работы с детьми, да? А для взрослых вот результат через два года мы не помню. В предварительных результатах мы получаем тот же самый результат, как мы получили все, когда учились как раз в три степени либо плавать. Мы всю жизнь это знаем. Спасибо за внимание. Пожалуйста, Алексей Дмитриевич. Спасибо. А то мне не плавляется в этом. Пожалуйста. Спасибо. 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 Андрей Федорович, да, готовится Алексей Владимирович, да? А скажите, Алексей Владимирович, а где? Добрый день, уважаемые члены жюри, уважаемые гости. Вашему вниманию предлагается доклад на тему «Организация тренировочного процесса квалифицированных санклистов». Организация тренировочного процесса для квалифицированных санклистов является ключевым элементом успешной подготовки спортсменов к соревнованиям. Этот процесс требует тщательного планирования индивидуального подхода и систематичности, чтобы обеспечить оптимальное развитие спортсменов и достижение высоких спортивных результатов. В данном контексте важно учитывать специфику самбо как вида спорта, особенности физической и технической подготовки, тактические аспекты и психологическую стойкость спортсмена. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты организации тренировочного процесса для квалифицированных санклистов и ключевые принципы, которые позволят тренеру добиться результативной и эффектной борьбы для своего спортсмена. Цель исследования – определить, как тренеры планируют тренировочный процесс санклистов. Методы исследования представлены на слайде. Были проанализированы данные об организации тренировочного процесса 60 тренеров разного возраста и квалификации. Возраст треспондента от 18 до 55 лет. Квалификация тренеров. 7 заслуженных тренеров РФ. Высшая категория – 13 человек. Первая категория – 15 человек. Вторая категория – 13 человек. И без категории – 12 человек. Подопляющее большинство тренеров имеют высшее образование. Большинство тренеров занимаются планированием тренировочного процесса. Некоторые занимаются планированием только подготовки детей. Другие же – только взрослые. Треть тренеров планирует подготовку спортсменов на макроцикл. В основном тренеры используют в тренировочном процессе следующие или подготовки. Первое место – техническое, второе – физическое, и третье место – тактическое подготовку. Меньше всего времени уделяется на такие виды, как психологическое и теоретическое. Если мы посмотрим на слайд, то можем увидеть, что тренеры считают более значимыми видами подготовки во время поединка – техническую и психологическую. В конце опроса был задан вопрос, по каким видам подготовки вы бы хотели получить больше информации. Большинство тренеров выбрали ответ по психологической и тактической подготовке. Таким образом, мы можем увидеть, что существует противоречие в том, что психологическая подготовка имеет большую роль в тренировочном процессе, но большинство тренеров не знают, как правильно обучать данному разделу. Большинство тренеров считают, что во время технической подготовки больше всего времени стоит уделять на комбинации, контрприемы и отработки бросков, которые спортсмены результативно выполняют на соревнованиях. Треть респондентов считают, что стоит изучать технические действия из всех классификационных групп. Соревновательная деятельность сорбиста состоит из действий в положении стоя и лёжа. Нам было интересно, какое соотношение времени тренеры уделяют данным разделам. На первом месте соотношение 1 к 1, на втором месте 3 к 2, на третьем месте 2 к 1. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большинство тренеров занимаются отработкой технических действий стоя в гораздо большем объёме, чем техническими действиями в положении лёжа. Весь соревновательный процесс, весь соревновательный поединок состоит из технических действий, нападения и защиты. Нам было интересно, какое соотношение времени тренеры уделяют данным разделам на тренировочном процессе. На первом месте соотношение 1 к 1, на втором 3 к 2 и на третьем месте 4 к 3. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большинство тренеров уделяют одинаковое количество времени техническим действиям, нападения и защиты. Большинство тренеров считают, что во время тактической подготовки больше всего времени стоит уделять на комбинации захваты и контрприёмы. В основном тренеры совершенствуют во время физической подготовки следующие качества. Первое место – выносливость, второе место – сила и быстрота, и на третьем месте – ловкость. Меньше всего времени уделяется на такие физические качества, как гибкость. Психологическая подготовка занимает один из важных разделов подготовки спортсмена. Особенно это касается рук спортивного совершенства. Большинство тренеров занимаются психологической подготовкой во время тренировочного процесса. В основном тренеры совершенствуют во время психологической подготовки следующие качества – решительность, выдержка и настойчивость. Меньше всего времени уделяется на такие психологические качества, как смелость и инициативность. Знание истории самбо, физиологических и биомеханических особенностей подготовки спортсмена имеет важную роль при тренировке квалифицированных сорбистов. Результаты анкетного опроса показали, что половина тренера занимается теоретической подготовкой, треть тренеров занимается ей иногда. Разрешите выводы не засчитывать, так как они прозвучали в докладе. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Вашему вниманию представляются результаты исследований на тему контроля за технико-тактической подготовленностью в офсистелевом карате. Анализ информационных источников и социальных научных исследований личного племенского спорта позволяет сделать, что инструментарий контроля за технико-тактической подготовленностью в офсистелевом карате. Настоящего днём разработано недостаточно. Ранее нами оперативные исследования в книге Михайловича Чумакова были разработаны в показателе технико-тактической подготовленности каратистов, а также частично определены соответствующие модельные характеристики квалифицированных спортсменов. В то же время результаты этих исследований можно использовать преимущественно в процессе работы с достаточно подготовленными спортсменами, а при работе с начинающими его ресурсы ограничены. По мнению многих исследователей, в том числе Илояна, на первых этапах подготовки единоборцы должны освоить на уровне двигательного видения весь арсенал техники своего видоскопа. Кроме того, имеющийся сегодня экспериментарий не позволяет оценить и от аспектов непосредственно тактического мастерства каратистов, а именно уровень развития тактических знаний и тактического мышления. Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования стала разработка комплексного экспериментария контроля за технико-тактической подготовленностью в офсистелевом карате. Методы исследования указаны на слайде. Ранее опубликованной нами статье мы изложили классификацию технических действий в офсистелевом карате в дисциплине «Полный контакт». С целью определения освоенности технических действий можно опираться на визуальную и инструментальную оценку, в том числе с использованием искусственного интеллекта. При визуальной оценке техники эксперт, тренер или спортивный судья может опираться на подход, использованный при сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, которых были оборудены по тесту самозащитных заводов. За выполнение каждого приема начисляются очки от 0 до 3, в зависимости от количества допущенных ошибок. Также можно использовать при необходимости более детальный анализ. Баллы начисляются в зависимости от количества однородных ошибок, указанных в предварительно подготовленной перечне. Нами был, на основе комбинирования экспертного и инструментального оценок, нами был осуществлен анализ технической подготовленности 14 представителей сборной России по системному караку, который проходил во время всероссийских споров в рамках подготовки в чемпионат мира. Для оценки подготовленности были привлечены трое судьи, двое из всероссийской категории 1-1, в категории полсистелевом караке. Для оценки качества ударов руками использовались контрольные испытания ударов в течение 8 секунд по динамометрическому манекену и КТС-209 с мишенью бокс-бокс. В результате определялось количество ударов и общий тоннаж. По данным производителя, прибор не является измерительным, то есть имеет существенные погрешности, с колонной величиной килограмм силы. При этом, с фантазом производительством способен ранжировать удары по типу и назначению импульса. В связи с этим, физические параметры оцененных ударов в результатах отражены в условных единицах. При оценке техники рук, нейромеханика движений, экспертами не оценивали. Для оценки техники ударов ногами использовались контрольные испытания ударов по силовому. По силамеру КТС-209 с мишенью бокс-бокс и электронной лапе с датчиком силы удара КТС-TL5. Силамер КТС-209 с мишенью бокс-бокс отражал силовые характеристики ударов цветовых значений. В соответствии с четырьмя вариантами цветовой индикации датчика на весенную удар по силамеру КТС-209 оценивалось как слабый средний и выше среднего сильного. Индикатор лапы и результаты силамера служили с людям ориентированным для понимания точности и скорости силовых характеристик ударов. В трое судей в комплексе с данным прибором оценивали качество техники ударов ногами по 10-балльной шкале. Техника бросков оценивалась на несопротивляющемся партнере стандартных условиях. Результаты оценки технической подготовки членов сборной России по системе корабли представлены на слайде. Полученные в ходе контроля данные выявили относительно низкое качество бросковой техники 5-6 баллов и 10-балль. Ранее проведенный анализ соревновательной деятельности дискоквалифицированного спортсмена выявил несколько лет результативных бросковой техники каратистов. Такая корреляция с полученными данными исследованиями подтвердила нашу депутацию о том, что низкие показатели чемпионов в технике борьбы не обусловлены особенностями правил дисциплины полного контакта в системе корабля, а связаны с недостаточной технической подготовленностью каратистов в отношении борьбы. В научной литературе авторы предлагают три вектора контроля тактической подготовки. Тактическая – это один из векторов тактические знания, тактическое мнение и навыки и тактическая мышление. Контроль тактических знаний традиционно осуществляется путем опроса знаний тактики, тактики ведения поединка, тактики участия в соревнованиях или тестирования с решением теоретических задач на знание тактики поединка. Разработка тактических задач представляет определенную сложность, поскольку ситуация в реальном поединке строго определена известным параметром оппонента, его способности в соревновательной ситуации, а теоретическую ситуацию в поединке сложное детальное описание. В связи с этим вопрос должен быть составлен с оговоркой о равенстве спортсменов по всем параметрам, кроме одного или нескольких конкретных параметров. Пример тактической задачи ставлен на слайд. Контроль тактических умений, то есть тактики применения технических действий, возможно осуществлять в последующей схеме. Спортсмен в паре с не сопротивляющимся соперником, усиленной защитной экипировки, выполняет тактическую задачу и сперечных тактических действий. Это контратаки, комбинации, действия, направленные на тактическую подготовку, ну и другие. Пример такой задачи. Партнер в течение 10 секунд оттуда производства, нанося удары ногами в комбинации, используя контратаку, провести бросок с отваром ноги. Три эксперта после осуществления задачи оценивают умение применять тактические действия попали на шкале. Контроль тактического умышления в единоборствах наиболее сложен в осуществлении. В игровых и инцептических видах спорта применяются компьютерные технологии, моделирующие игровые всеследовательные ситуации. Скорость и правильность решения стабилированных ситуаций говорят об уровне тактического умышления спортсменов. Однако в единоборствах разработка инструментальных методов может быть перспективным направлением исследований. Выводы. Разработанная методика контроля технической подготовленности может стать удобным инструментом тренеров на учебно-тренировочном этапе и на этапе начальных подготовок. На этапе же спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства спортсмены приобретают индивидуальные технические комплексы и технические, поэтому целесообразно осуществлять контроль соревновательной деятельности. Разработанная методика может служить дополнением или одним из средств контроля спортсменов, участвующих в дисциплинах кадров. Контроль тактической подготовленности касательно тактического мышления в единоборствах изучит слабо, что определяет направление дальнейших исследований. Спасибо за внимание. Уважаемые участники конференции, счастливые. Немногие виды спорта являют более высокие требования к кредитивным функциям, более высокие требования к кредитивным функциям, нежели спортивный единоборств. Спортивный боевой или смешанный боевой единоборств выделяют среди них, так как являются многоэлементным видом спорта, в котором спортсмену необходимо решать различные поливариативные технические задачи, условиях ограниченного времени, быстро реагировать на движение противника. Для этого спортсмены анализируют и распознают тонкие кинематические показатели, задолго до того, как предпринимаешься ЭЛБ. Способность воспринимать, анализировать и прогнозировать действия противника и надлежащим образом реагировать на них имеет лишающее значение. Специфика поединка связана с решением технико-тактических задач, быстроменяющихся условиях боя, что предъявляет высокие требования к исполнительным функциям мозга. Временные научные исследования указывают на то, что исполнительные функции реализуются большой сетью взаимосвязанных корпусов, как корпус и простей мозга. Причем, кашевоторальный и фронтальный караида являют здесь решающую роль. Однако данная область является одной из наиболее чувствительных фронтальных факторов, имитирующих ее активность. То есть на это отражается на эффективности технико-тактических действий. Исходя из этого, поиск эффективных и научно-обоснованных методов, влияющих на деятельность фронтальных караида является актуальным проблемой. Метод транскорниальной электросимуляции отличает этим параметом. Транскорниальная электросимуляция – это пизантичный метод, который охватывает распространенный стимуляцию постоянным током, переменом током и стимуляцией постоянным шумом. Для этих методов, эти все методы, они схожи. Они предполагают применение слабого электрического тока, действием маковой оттимок. Наиболее изучаемым методом является транскорниальной электросимуляцией постоянным током. В общем, свидетельствует подросшие последние десятилетия количество изрубежных комплектаций, посвященных данному методу. В июле 2023 года было опубликовано столько же исследований, сколько сделано по транскорниальной электросимуляции исключаемым шумом за последние 55 лет. Исследования, посвященные транскорниальной электросимуляции переменным шумом, на порядок меньших летом, исследования различаются по частоте стимуляции, что предъявляет планственные требования к их анализу. Эти факторы делили в выбор данного метода для внешних исследований. Физиологический эффект на транскорниальной стимуляциях условно влияние на такие клеточные мишени, как сома термилитарного таяния нейронов, терминали акционов, синусы и пензи. Первичным клеточным механизмом в каждом из этих случаях является мембрана поляризации нейрона потоком тока. Принято считать, что размещение нового электрода на целевой области повышает возбудимость, то есть период гиперпаларизации, в то время как размещение катлода электрода наоборот ингибирует их возбудимость, то есть ввелось гиперпаларизацию. В то время как размещение катлода, это я уже говорил, что на основе вышедложно было сформировано это творящий, делающий процесс различия как спортсменов, так и смешанных в инновиде церкви. С этим были определенные объекты, предмет исследования, так что сформировали сформированные в отцепи. Ипотеза исследования предполагала, что выраженность в действии, распространяемые веточные мембраны в состоянии, что вторая наоборот ингибирует способность спортсменов смешанного и на то, что будет различаться в зависимости от ежедневного времени действия метода. Для выполнения цели исследования было организовано следующее дизайн научных исследований. В тренировых участиях 28 профессиональных спортсменов ММА по рандомизированному принципу участия были разделены на 4 группы, 1 контрольная, 3 экспериментальные. Различия между контрольными и экспериментальными группами заключались в том, что в экспериментальных группах применялся, чтобы применять распространяемые декорсимиляции. Для изучения когнитивных способностей была выработана следующая батарея теста. Включение скорости переработки информации теста, который используется в англобе. Исследование эффективности переключения внимания теста, горбового шоу диэн. Исследование как-то время и праздник, то есть на этот тест и исследование зрительных спеять. Различия между экспериментальными группами предполаг, представленные на слайде, группы различались по времени ежедневной стимуляции. Кошторо-настороняемая стимуляция состояла из ежедневных сеансов в течение 8 дней, которые проходили за 2-3 часа перед вечерним тренировок. Ежедневная стимуляция расположилась в течение 8 дней, в течение 8 дней, в течение 8 дней, в течение 9 дней, в течение 9 дней. Согласно международной инфраструкции, ДИЭГ, 10-20, а на 3-4 часа перед вечерним тренировок. В результате исследования было выявлено статистически достоверное уменьшение скорости переработки информации, увеличение времени, не затрачиваемое на протяжении теста в контрольной группе и в экспериментальной группе-1, снижение времени в EMII, при сохранении результатов в тесте Холесар-мандогии. В jó Seriesg отмечено статистически достоверное уменьшение времени на протяжении теста в лессийной группе 3. Оценка объема зрительного восприятия в достоверную уменьшении процентов воспроизведения информации в контрольной группе и снижение времени затрачиваемого на прохождение теста в экскрементальной группе 2. В экскрементальной группе 2 наблюдалась тенденция к снижению прохождения теста. Снижение результатов в тестах объема зрительного восприятия кольца ландольда, а также времени прохождения теста кольца ландольда, мы связываем с нахождением споршмена в предсогнательном периоде и, соответственно, для них с трассогенными факторами. Как показывает наше исследование, древнего действия распространения электростимуляции в экскрементальной группе 1 недостаточно для повышения каких-либо эффектов на компоненты активной способности, что подтверждается отсутствием каких-либо статистических различий между контролем группы. Также мы предположили, что эффекты, достигнутые в экскрементальной группе 2 и в экскрементальной группе 3, не ограничиваются лишь ростом результатов. Отсутствие улучшения в тестах кольца ландольда и объемозрительного восприятия рассматривается нами как механизм сохранения уже имеющегося высокого уровня в ответ на страссогенное воздействие, а именно при сравнительных периодах изготовки, либо как эффект потолка при применении конскременной электростимуляции. Вы уже представлены на слайде и были обращены в процессе протокола. Спасибо за внимание.